Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». Сегодня мы познакомимся с участниками творческого музыкального проекта «Крылья». У нас в гостях двое талантливых молодых человек. Это Семен Чуркин и Рафаэль Айниатувин. Всем привет! Здравствуйте! Здорово, ребят! Расскажите, как ваше настроение, как ваши дела? Все отлично, все прекрасно, настроение шикарное. Первый раз я нахожусь в таком месте в качестве человека, который что-то говорит, а не за кадром. Поэтому интересно, что будет сегодня происходить и отвечать на вопрос. Да, настроение тоже супер, погодка сегодня классная на улице. И я вот тоже впервые в таком качестве, на таком интервью. Я думаю, что это будет интересно. Ну давайте тогда начнем. Расскажите о том, как узнали о проекте и как на него попали. Рафаэль? Хорошо. О проекте я узнал от своих знакомых, которые были знакомыми знакомых. Ну и так далее, в общем, по цепочке, как это все произошло. И мне скинули ссылку, я знакомился с правилом участия, с правилом подачи заявки. Подал заявку, прошел отбор. Ну и, собственно, участвовал до сих пор. И до сих пор пока еще проект не закончился. Поэтому так это все произошло. Так узнал о проекте. Я узнал о проекте от моей знакомой, которая была участницей первого сезона. Ее зовут Екатерина Куликаева. Кать, тебе большое спасибо за то, что ты мне сообщил об этом проекте. Вот мне также скинули ссылку, я ознакомился с правилами. Пришел на кастинг, ну и, собственно, прошел его. И сейчас мы вместе с Рафом участвуем в этом замечательном проекте. А как проходило отборочное испытание? Что нужно было сделать, что показать? Нужно было исполнить одну единственную песню. Неважно, какую, не было никаких каких-то определенных рамок. Должен был прийти, выступить. Было, получается, выступление в ДК 1 мая. Отборочное выступление. И участники демонстрировали просто свои навыки. Сидели члены жюри. И после того, как мы исполнили песни, они подвели итоги. Я, кстати, не знаю, все прошли или нет. Мне кажется, большинство. Ну, то есть, там не было, мне кажется, таких людей, которые не прошли туда. Куда? Ну, в проект. Там же много выступающих было? Было много выступающих, но нас отобрали где-то и сотни претендентов. Да. Ну, это закадры, так скажем, моменты, которых мы совсем знаем. Сотни претендентов. А что нужно было? Обязательно какие-то навыки пения? Может быть, какие-то музыкальные навыки? Что это было главным? Ну, вообще, любой мог участвовать в кастинге. То есть, любой абсолютно человек, который любит петь, мог прийти и спеть. И вот, как Раф сказал, песню мы сами выбирали. Мы сами ставили свое выступление. Вот у нас оно, у каждого было свое. Кто-то играл на гитаре, кто-то просто пел, там, кто-то бегал по сцене, как я, и пел одновременно, и зажигал зал. Ну, вот, как-то так мы и попали туда. Очень интересно то, что там есть как состоявшиеся уже артисты, которые дают концерты, так и просто люди, которые, в принципе, у которых просто так вот, давай, иди, участвуй, попробуй. Вот. То есть, люди, которые, в принципе, к музыке так такого отношения не имеют, но они пошли туда, попробовали и просто наслаждаются и кальфуют от процесса, от музыки. Вы к каким людям относитесь? Те, кто профессионально занимаются музыкой или любители? Я, наверное, любитель и профессионал, так скажем. Я просто любитель. То есть, я никогда не был профессионалом. Вот у нас есть, действительно, как Раф сказал, профессионалы, но конкретно я любитель. И что вот мне нравится в нашем проекте, что у нас совершенно разношерстный состав участников как по возрасту, так и по вкусовым предпочтениям, по профессиям, по... Ну, в целом, по образу жизни, так скажем. Совершенно все разные. И у нас возрастной диапазон от 8 до 55 лет. То есть, и дети, и взрослые в одной команде. И мне кажется, это очень прикольно. И смотрится так разнообразно. И при этом у нас на финальном концерте у каждого будут свои номера. Каждый покажет себя. И все это будет смотреться интересно и разнообразно. А чем вы обычной жизнью занимаетесь? Основной вашей деятельности. Ну, в целом, я в своем жизни сейчас пытаюсь связать с музыкой, как-никак. На этом зарабатывать каким-то образом. Ну, и в целом, сейчас работаю в сфере, которая связана с техническим обеспечением мероприятий. Ну, и в целом, это, конечно, связано, опять-таки, с творческой деятельностью, и вот с этим вот концертной деятельностью и так далее. Ну, вы, Семен? Я предприниматель, я торгую женской одеждой на Валберис. Это мой основной. Плюс у меня еще есть торговля обогревателями тоже на Валберис на другом аккаунте. Плюс у меня есть магазин такой, ну, не интернет-магазин, а, так скажем, оффлайн-магазин, который находится в новом городе. Там мы торгуем электротоварами и светотехникой. Плюс я занимаюсь консалтингом в сфере Валберис, то есть я помогаю людям выходить на Валберис. Ну, у вас очень такая отдаленная от музыки сфера. Как так получилось, что вы связали свою жизнь с этим? Ну, музыка – это моя душина, это мое хобби, это то, чего я действительно кайфую. Ну, я, в принципе, и от бизнеса кайфую, но музыка – это вот есть мое некое самовыражение, наверное, такой выписк эмоций, ну, прям такая настоящая отдушина, от которой я очень кайфую. Ну, ты, оказывается, предприниматель, я не знал. Да я уже давно предприниматель, уже лет шесть как. А у вас как получилось так, что вы свою жизнь связали с музыкой? В детстве я ходил в садик, пели хором, женщина играла на пианино, преподаватель музыки, и она говорит, вот этот парень, моим воспитателям, говорит, этот парень что-то может, короче, скажите его родителям, пусть, может быть, что-то с этим сделают. Меня дали на вокал после этого, ну, я как ребенок, мне все интересно, все мне надо, вот. В итоге я лет пять ходил на вокал, ну, не сказать то, что я пошел туда самостоятельно, но потом в процессе мне как бы понравилось это все делать, и там выступал и так далее. Сейчас даже смотрю записи иногда некоторые, реально пою прям хорошо, прям по нотам все прекрасно, все нормально, ты такой писклявый голосок молодой. Вот, и потом, собственно, я забросил, лет пять я музыкой вообще не занимался, ушел в спорт, и потом в девятом классе опять вернулся в музыку и начал уже вот до сих пор занимаюсь музыкой и всем, чем, что с этим связано. На гитаре научился играть, на барабанах, писать музыку, сочинять, выступать, вот, обращаться с микрофоном и так далее. Какие вам жанры музыки нравятся, в каких жанрах выступаете? Ну, вот конкретно мне нравится больше рок, то есть я ярый фанат группы Linkin Park, очень я их люблю, но при этом я люблю и рэп, то есть я могу как рэп-партии читать вот так, и, как выяснилось, и рок могу петь теперь, потому что у меня на концерте будет именно роковая песня. Вот, а так я знаю несколько песенами Nemo наизусть, у меня коронный номер Freestyler, Raggedum Microphone, как раз-таки именно ее я исполнял на кастинге. А у вас Рафаев? Я вообще слушаю разную музыку, абсолютно разную. Выступаю я с песнями, которые являются, ну, золотыми хитами русских, поп-музыки, рок-музыки, там, нулевые девяностые и что-то современного. В целом мне нравится музыка, которая меня способна удивить в настоящее время, это электронная музыка и джаз. Вот. А пишите какую? Отпишу тоже вообще совершенно разноплановую. Мы, так скажем, с моим продюсером делаем поп-музыку, которая сосредоточена на массовую аудиторию, то, что сейчас популярно. И также сейчас пытаемся делать какие-то новомодные хип-хоп треки, рэп. Давайте вернемся к проекту. Расскажите вообще, чем вы, я так, насколько я знаю, несколько месяцев уже шла подготовка к вашему финальному концерту, который 30 сентября состоится. Вот расскажите, что вы эти несколько месяцев делали, чем занимались, как вот, совершенствовали свои навыки, какие-то мастер-классы посещали, что это было? Да, у нас были регулярные занятия с преподавателем. Конкретно у нас все участники поделены на две группы, по 10 человек. В моей группе преподаватель Саша Зетт, в группе Рафа, Арина Мигдеева. Мигдеева, да. Мигдеева. И все вот эти четыре месяца мы регулярно с ними занимались. Также у нас были мастер-классы по актерскому мастерству. И вот лично я могу сказать про Сашу Зетт, что это очень профессиональный преподаватель, который я бы, наверное, даже хотел бы ходить индивидуально. При этом даже делал запросы, но у нее настолько сейчас плотный график занятий и выступлений, что у нее просто нет места сейчас на меня пока что. И вот все эти четыре месяца мы интенсивно готовились к тому, что произойдет 30 сентября. Ну, перед тем, как начать готовиться к чему-то, сначала происходили такие занятия, первые встречные, чтобы познакомиться и так далее. В основном, вот не знаю, как у вас, но, по крайней мере, зачастую занятия происходят вместе с Ильясом Хасановым. То есть я у, моя наставница, это Арина Мигдеева. Вот, и получается мы втроем просто сидим. И помимо того, чтобы готовились к выступлению, изначально мы просто знакомились. И понимали, что вообще за человек, и Ильяс пытался максимально узнать, какой я внутри, и раскрыть меня максимально. То есть это человек, который вот заглядывает в меня, вот копается, я не понимаю, как он это делает, как ему это удается, но он действительно, вот я ему говорю какие-то там, какую-то информацию про себя рассказываю, и он при этом это все в своем складе умеет, переформулирует таким образом, то, что получается подобрать именно ту песню, которую, как по моему мнению, меня прям раскрывает и так далее. Возможно, это для меня что-то нестандартное будет, песня, которую я буду исполнять на финальном выступлении, но посмотрим, что получится. Мне кажется, Ильяс поработал прям вот так вот. Ну да, у Ильяса действительно есть такой талант раскрывать какие-то особенности человека, и вот он именно нам подобрал, всем нам подобрал песни, которые максимально нас могут раскрыть на концерте, и при этом которые будут максимально разнообразны, чтобы это интересно было смотреть. Ну потому что на концерте же важно, чтобы в целом компоновка номеров была интересная, захватывающая. И вот у него действительно, как у продюсера, есть такой талант. И у нас некоторые участники даже не ожидали, что они вот будут конкретно эту песню петь, и такие, нифига себе. А потом со временем, неделя, две, три проходила месяц, они понимали, что это реально их песня. Она их захватывала, и они ее проживали. И это очень важно. Причем не было такого условия, что нам дадут песню, и мы ее будем петь. Мы сначала приходили с песнями, которые мы бы хотели бы, возможно, исполнить, которые, возможно, нас раскроют. И то есть мы перебирали эти песни, варианты, и в итоге, вот, например, в случае со мной мы пришли к варианту, что Ильяс предложил другую песню, я согласился, почему нет. То есть выбор нам давали, по крайней мере. Ну и мы совместными усилиями и так далее пришли к песне, которая наиболее подходит. То есть вот эти ваши четыре месяца, вы узнали о том, какая у вас будет песня, вы готовились к тому, что будете ее исполнять? Или у вас еще какие-то промежуточные конкурсные испытания, может быть? Нет, у нас есть еще четыре общих номера, где мы будем все вместе петь. Вот мы как раз вчера, у нас было занятие по постановке номеров, по танцам, движениям и так далее. То есть где мы будем все вместе петь, все участники. И, кстати, вот у меня по моей песне интересная штука, я ее случайно услышал в Яндекс.Музыке в рекомендациях. Просто пришел потом на занятие, говорю, вот, Ильяс, ну, спел ее, как я смог, он говорит, все. Утверждаю, я был на седьмом небе от счастья, потому что я от этой песни кайфую. Помимо занятий, когда мы приезжали и занимались с преподавателем, ими с Ильясом иногда сидели, проходил мастер-класс по актерскому мастерству. Но там не только актерское мастерство было, там еще и упор на музыку был. Поскольку так, как мы знали, должны делать артистов, это все было сделано посредоточенно вот именно на этом. То есть, какие-то упражнения делали на раскрепощение, то есть, чтобы вести себя как-то более уверенно и так далее. Какие-то вокальные упражнения, которые достаточно полезны. Мы ездили на студию к Олегу Белову, записывали, то есть, у нас две команды, и записывали совместную песню. И каждая команда еще записывала песни определенной команды, вот, участники. То есть, каждому доставалось, допустим, по строчке, по четверостишую, ну, разные песни по-разному. Записывали песню, это все было как бы обработано и так далее. И вот эти песни будем исполнять уже на финальном выступлении. И плюс у нас еще есть клип. То есть, мы сняли клип, мы ездили с нашей группой на природу. Мы сняли клип, тоже привлекали профессионального оператора. И этот клип уже готов, но мы его пока в секрете держим, скоро выложим. Прям вот такой душевный, семейный, классный клип у нас получился. Музыкальный. Одну из песен. Я об этом ничего не знаю. Это, видимо, прямо секрет. Какой основной навык вы приобрели за вот эти четыре месяца, пока были в этом проекте? Может быть, не один навык, может быть, несколько. Ну, я, наверное, приобрел навык именно исполнения роковых песен. Потому что я до этого часто очень рэп читал. Там свои особенности везде есть. А вот именно рок, да. Саша Z мне в этом очень помогла. То есть, она видит именно, ну, в чем ошибка, где можно какие-то моменты подтянуть, чтобы это звучало ярче, интереснее, экспрессивнее, эмоциональнее, чтобы зритель этим проникался. И, кстати, Ильяс это тоже очень хорошо видит. То есть, мы реально занимаемся с командой профессионалов. И это очень круто. Я вот кайфую лично. И Раф кайфует по-имому. Ты кайфуешь, Раф? Конечно, конечно, да. Серьезно, честно. У вас какой навык? Ну, я всегда, в принципе, примерно знал, как нужно петь, потому что до этого я на вокалы ходил. Ну, я тогда был маленький, и особо у меня как бы знаний в голове особо не осталось. У меня осталось только чувство просто изнутри то, что идет само по себе. И я примерно знал, как нужно правильно петь, то, что там есть опора, то, что там нужно, положение челюсти должно быть правильное и так далее. Но я как-то все это отодвигал, но потом. Ну, ладно, потом я к этому приду, я этому научусь. Сейчас пока вот получается, пока нормально. Повстраивай. И, в принципе, извините, на проекте я осознал то, что действительно важно правильно петь. И, ну, то есть, правильно положение челюсти, опоры и так далее. Вот эти все ключевые навыки, которые просто делают из себя. Буквально за несколько месяцев я просто понял, действительно, вот как маленько вырос в вокальном плане. Ну, не то, что маленько даже. Ну, самое главное знание, которое ты получаешь, по сути, ты просто их дальше развиваешь и развиваешь. Тут не занятия с преподавателем роль играют, а то, как ты потом занимаешься. Тебя учат… Нет, нет. Ты учишься учиться преподавателю. Это вот самое главное то, что я получаю. Ты не учишься, ты учишься учиться. Ну, то есть, ты сам можешь информацию черпать и потом ее использовать. Далее. Ну, и в целом, как-то больше коммуникационных навыков получил, поскольку мы с командами, с участниками команд общаемся, коммуницируем. Мы как-то все сдружились. В общем, прикольно. Новые знакомые появились, какие-то новые возможности. И очень интересно. И все совершенно разные. И, кстати, вот в чем еще плюс? В том, что те навыки, которые мы сейчас получили, мы же… Проект закончится, а навыки с нами останутся. И потом просто нам останется еще лучше их совершенствовать, совершенствовать. И расти в музыкальном плане и становиться звездами мировой эстрады. Не боитесь выступать на сцене? Нет у вас страха? Ну, честно говоря, есть немного волнения, да. Но мы с ним справимся. И вжарим року. Какие-то определенные уроки по тому, как вести себя на сцене, как не испугаться вот этого вот момента, когда ты на нее выходишь, и тебе нужно исполниться. Да, у нас были такие уроки, нам наши преподаватели и сам Ильяс об этом рассказывали. Но у них в этом плане большой опыт. У нас же… Ну, как говорят, у нас в нашей группе преподаватель Саша Зет. У нее постоянно концертные туры, она регулярно выступает. У нее группа есть, называется Princess Peach, если не ошибаюсь. И, соответственно, опыт большой выступления, поэтому она-то точно знает, как справляться с волнением и как сделать так, чтобы выступить максимально классно, максимально эмоционально, чтобы зрители прониклись тем, что мы им доносим через песню. Потому что нам же важно не просто сухо спеть, используя какие-то все вокальные наши навыки. Нам важно донести до зрителя тот посыл, который заложен в песне, прожить ее через себя. Вот этому нас учат. Есть какой-то секретик, как выйти на сцену и не спугаться, который вам рассказали? У меня в целом тема волнения и выхода на сцену затрагивалась мало, поскольку я на сцене, можно сказать, с малых лет, и у меня как бы эта проблема так не возникает. То есть мне достаточно легко выйти куда-то в публичное пространство, начать вот так вот и так далее. Ну, то есть у меня этот вопрос как-то не промелькивало особо. То есть, да, мы про это разговаривали, я такой, ладно, все, понял. Ну, там самое главное, я думаю, это войти именно в состояние пропустить песню через себя и просто петь и кайфовать самому. И тогда все само собой уходит. То есть можно, вот как нам Илья сказал, волнуйтесь до, волнуйтесь после, но во время не волнуйтесь. Я говорю, yes, sir. Все, понял. Расскажите, что нас будет ждать 30 сентября? Что это будет за концерт? Как в него попасть? Что мы там сможем увидеть? Давай, маленько, издалека подведу, да, чуть-чуть? В общем, что такое проект «Крылья», дорогие друзья? Вот есть куча разных проектов и так далее, что создается. Вот то, что мы видим по телевизору. И, ну, как будто бы я вот в них не вижу души. Вот проект «Крылья», я вот сюда пришел, я как могу рассудить это в качестве участника и в лице зрителя, который просто со стороны смотрит, который спрашивает знакомых, что они об этом думают. И это проект, который сделан от души и для души. Ну, потому что не преследуются какие-то определенные цели, корыстные, некорыстные. Он не сделан для того, чтобы просто сделать что-то. Он сделан людьми, у которых есть энтузиазм, на полном энтузиазме вот эта вот вся телега носится. И, во-первых, я вижу это в Ильясе, у него просто горят глаза, прям по нему видно, вот человек, ему это нравится. Он просто кайфует от этого, от всего. Преподаватели тоже, они тоже кайфуют. Короче, все тут кайфуют. Участники, которые приходят, вот мы вместе общаемся. То есть нет никаких вот каких-то напряженных моментов. Все друг другу рады, все друг другу как-то... Изначально, когда мы пришли, Ильяс говорил то, что у нас нет цели сделать из вас соперников. Это вот очень важно. Мы, по сути, вот все, как бы, по сути, соперничаем друг с другом, да, там, приза первоместа и так далее. Но, по сути, мы все друзья, мы все сдружились от детей до детей, вот. И этот проект будет олицетворением того, что сделано вот людьми, которые дышат своим делом. Это вот реальная душа будет выплескиваться. Вот вы туда придете и увидите вот людей, которые с душой и так далее. Давай чуть про концерт расскажи. Концерт состоится у нас, получается, 30 сентября в ДК Руслане. И помимо того, что каждый участник споет свою индивидуальную песню, у нас будет несколько общих номеров, где участвуют все. То есть все будет перемешано, все будет смотреться интересно. И, блин, вот мы столько к этому месяцу готовились, что просто каждый из нас вложил в эту душу, максимально старался, максимально проживал в своей песне. Вот вчера мы ставили несколько общих номеров. И я думаю, что это будет максимально эмоционально, максимально классно. Мы всех приглашаем на наш концерт. Билеты, может быть, приобрести по ссылке, я думаю, которые тоже укажут в рекламном объявлении. Да, да, укажите. Да. Наверное, как-то так. Как вы думаете, что такие проекты дают людям, и что вот они конкретно вам дали, дал этот проект? Что проект может, вот этот именно проект? Да. Вы говорите именно про этот? Да, да, да. Ну, подобные еще, может быть, какие-то… Ну, вот, во-первых, я говорю, что, наверное, таких проектов, вот именно как проект «Крылья» мало, поскольку они сосредоточены на создании того, что у тебя из души идет, олицетворение своих каких-то мечт и так далее. Проект может дать абсолютно много, поскольку мы проговорили про то, что приходят равношерстные, совершенные люди из разных сфер, разных возрастов, у каждого, в принципе, разные не цели, а то, что им дает проект, это все различается, поскольку, допустим, вот приходит ребенок маленький, там, 8 лет, он в школе учится, он, ему, во-первых, это все, вот, впервые вот он видит это все, ему интересно в этом участвовать, он получает опыт, коммуникационный, вокальный опыт, опыт выступления на сцене, куча всего вот того, что вот нужно вот ребенку, то, что у него потом возрастет, ему это обязательно пригодится в будущем. Что может получить взрослый человек, допустим, который вообще от музыки, ну, немного отстранен, но ему это нравится просто, он кайфует этого, этого такая душина и так далее, он может от этого получить просто наслаждение, просто от того, что он этим занимается. Многие люди, кстати, на вокал просто к частным педагогам ходят взрослые, просто потому что это их хобби, им просто нравится заниматься, они не хотят куда-то там, не стремятся куда-то, они просто, им нравится заниматься, нравится как-то себя изучать и так далее. Что может получить человек, который уже как-то с музыкой связан? Во-первых, увеличение каких-то своих профессиональных способностей, возрастание в музыкальном плане, в плане творчества, в плане выступлений, артистичности. Кто у нас еще есть? Какие-то категории людей. То есть, действительно, я всегда мечтал выступить на большой сцене. Моя мечта была, вот она, можно сказать, исполняется. И вот эти все четыре месяца мы к этому готовились. У вас есть мечта стать звездами? Ну, у меня есть мечта, наверное, такая желание. Но тут я не строю каких-то больших ожиданий по этому поводу. Для меня самое главное — это кайфануть, получить удовольствие. А уж как дальше получится, выиграем, не выиграем, это уже как выйдет по факту. Ну, в целом, я тоже особо ничего не жду. Как бы сейчас конкуренция, вот, она огромная. И я как-то потихоньку к этому иду. Может быть, даже иногда не потихоньку, может быть, даже иногда в припрыжку. Но в целом как-то стремлюсь к этому, поскольку в музыкальном плане развиваюсь. Развиваюсь и сосредотачиваю свое внимание вот на этом. То есть выступаю. На этом деньги зарабатываются. И, то есть, конечно, есть стремление вкладываться не только в свою работу, в которую я это сделал, но и в целом это работа, которая мне нравится. То, от чего я получаю удовольствие. И, конечно, есть стимул расти дальше и так далее. Музыка делается, выпускается. Поэтому, ну, там, завтра, послезавтра приду уже это интервью давать как артист. Ну, то есть, победить вы все равно хотите? Хотим, конечно. Какой у вас, напомните, главный приз? 25 тысяч рублей плюс выступление. Победитель представляет Ульянскую область. На всероссийском конкурсе «Большая сцена», если не ошибаюсь, называется он. Я еще видела, вроде, песню какую-то вам дарят или нет. Не знаю. Ну, потом узнаем. Это, может быть, я что-то не то прочитала. Ну, ладно, хорошо. Я надеюсь, тогда у вас, правда, все получится. Станете вы звездами, как хотите или нет. Это уже скажут другие звезды. Я желаю вам удачи в конкурсе. Надеюсь, что вы добьетесь того, чего хотите. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Спасибо, дорогие друзья, что смотрели нас. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...